МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАО Новости. В студии РТН работает Алмат Сулейменов. Коротко о главных темах дня. Нейрохирурги Кустанайской областной больницы провели уникальную 6-часовую операцию на сосудах головного мозга. В чем ее особенность, расскажет Алия Дасмагомбетова. Могут не успеть. В Кустанай осталось капитально отремонтировать 3 школы, но срок проектно-расметной документации на обновление этих объектов завершается уже в следующем году. Месячная норма осадков уже выпала с начала августа. Пока погода остается неустойчивой, но синоптики все же прогнозируют жаркие дни. Одной из сложнейших операций на сосудах головного мозга провели нейрохирурги Кустанайской областной больницы. Врачи называют ее уникальной из-за ювелирности работы, которую пришлось проделать. Ведь диаметр сосудов всего 1-2 миллиметра. По этому операцию специалисты делали, используя микроскоп, и длилась она 6 часов. Пациенткой оказалась женщина, которая уже дважды перенесла инсульт. Алия Дасмагомбетова с подробностями. Светлана Грачева все еще отходит от сложнейшей операции. Женщине 53 года. Она приехала из Житигары. Там она работает на предприятии машинистом. За плечами у нее два перенесенных инсульта. За консультацией она приехала в областной центр к нейрохирургу, который на снимках увидел окклюзию, то есть закупорку сонной артерии. Чтобы избежать очередного инсульта, нужна операция, сообщил ей врач. Первый раз приехала на консультацию к нашему дорогому врачу. У меня после него не было сомнений, идти мне оперировать голову или нет. Я сразу согласилась. Увидела в нем профессионализм высокий. Видно, что это доктор от Бога. Прямо страхи были. Не так уж, что страшно было совсем, нет. У меня еще было от безысходности, потому что третий инсульт я бы уже не перенесла вообще. Оперировал женщину нейрохирург Анатолий Дюсембин. Операцию он назвал сложной, потому что она требует осторожности, внимательности и выносливости. Длилась она 6 часов. Техника не новая. Такие операции в областной больнице делают, но не часто. Уникальность этой операции заключается в том, что диаметр сосудов головного мозга очень маленький. Около 1-2 мм. И эта операция проводится под микроскопом. Длительная, крупулезная работа, выделение артерий. И потом сшивание между собой. К примеру, на участке 1-2 мм мы наложили 12 швов. Благодаря этой операции врачи восстановили кровообращение головного мозга пациентки. Проводят такие хирургические вмешательства бесплатно в рамках гарантированного объема медицинской помощи. Виктор Ваташко, Алия Десмагомбетова, РТН. К другим темам. Сэкономить десятки миллиардов тенге бюджетных средств удалось благодаря совместным действиям Республиканского агентства по финансовому мониторингу и акиматов различных областей Казахстана. Все потому, что были проанализированы проектно-сметные документации на возведение различных объектов. Оказалось, что еще на стадии планирования строек возможно избежать излишних расходов. Есть к тому примеры и в Кустанайской области. Как сообщило Республиканское агентство по финансовому мониторингу, благодаря совместной работе с акиментами различных областей удалось добиться многомиллиардной экономии для госказны. Для этого сотрудниками ведомства использовали современные аналитические инструменты. Они позволили снизить стоимость строительства более 60 крупных инфраструктурных объектов. Проведена такая работа и в Кустанайской области. В рамках заключенного меморандума между Департаментом экономических расследований по Кустанайской области и Акиматом области проводится мониторинг инфраструктурных объектов на предмет установления завышения стоимости. Так, за истекший период текущего года Департаментом проведен анализ по рискам нерационального использования бюджетных средств. К примеру, по словам сотрудника Департамента экономических расследований, на объекте государственного частного партнерства по реконструкции одного из Руденских ясли садов на 280 мест удалось выявить и предотвратить неоправданные бюджетные расходы на сумму в 1,2 млрд тенге. В настоящее время, как сообщают в Департаменте, имеется решение специализированного межрайонного экономического суда о расторжении партнерского договора. Кроме этого, по реализуемым инфраструктурным объектам на территории области имеются факты завышения проектно-смертной документации. В результате своевременного реагирования в рамках заключенного меморандума заказчиками принимаются упреждающие меры по их устранению. В этих случаях, по данным Департамента экономических расследований, были завышены цены на материалы и оборудование. В общем, сэкономить в Кустанайской области удалось 4,2 млрд тенге, а по всему Казахстану проектно-смертной документации скорректированы на 65 млрд бюджетных средств. Вопросы еще по 12 объектам на 11 млрд тенге находятся на стадии рассмотрения. Алжасий Сенжигитов, Виталий Луговской, РТН. Более 50 выездов по экстренным вызовам совершили в течение недели сотрудники Кустанайского ДЧС. Основную часть спасательной работы составила тушение пожаров. В некоторых случаях возникала и опасность взрыва газа. Людей при этом из домов приходилось эвакуировать. Спасали также и отдыхающих, которые во время дождя не смогли уехать от озера, застряв в грязи. Все подробности в нашем следующем материале. 9 пожаров ликвидировано за 6 дней сотрудниками ДЧС Кустанайской области. По одному возгоранию произошло в Рудном, Аркалыке, Лисаковске, Джангильдинском и Узункольском районах. А в Житиковинском районе и в областном центре по два. Так, ночью 12 августа в городе Кустанай произошел пожар в квартире по улице Майлина на площади 12 квадратных метров. Силами ДЧС эвакуировано 10 человек, из них один ребенок. Пожар ликвидирован был силами спасателей, жертв пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. А в Лисаковске спасатели предотвратили взрыв. 15 августа в окрестностях города, в одном из садовых обществ, загорелся дачный домик. Во время тушения пожара прибывший на место расчет вынес из огня 27-литровый газовый баллон. В данном случае жертв также удалось избежать. Кроме того, в 25 случаях пожарные выезжали на тушение возгораний, которые не представляли опасности жизни людей. Также из-за дождливой погоды спасателям часто приходится выезжать на вызовы о помощи людям, застрявшим в грязи. Инцидент произошел в одну из недавних ночей вблизи от села Ждановка Кустанайского района. Отдыхающие на озере Ак-Кабак не смогли самостоятельно добраться до дома из-за того, что была размыта грунтовая дорога. Спасатели на высокопроходимой технике вытащили из грязи легковой автомобиль и троих людей. Поступает вызов, просьба о помощи. Спасатели выезжают на место происшествия. Они обязаны спасти людей. В любом случае, каждый человек, каждое животное для нас дороги. Мы выезжаем на все случаи вызова. Примером тому может быть одна из последних операций по спасению. Неравнодушная жительница Кустаная накануне сообщила о том, что на улице Мауленова собака упала в открытый люк глубиной в 3 метра. Спасатели выехали на место и с помощью альпинистской веревки подняли животное на поверхность. Всего меньше, чем за неделю сотрудники ДЧС региона выезжали для оказания различной помощи 53 раза. Виктор Ваташко, Наталья Луговская, РТН. Лишен свободы Кустанаяц, который, по мнению следствия, легализовал преступно полученный доход в 2 миллиарда тенге. Ранее в суде первой инстанции его признали виновным только в незаконном предпринимательстве и освободили из-под стражи. Подробнее об этом, а также о том, почему Кустанайцу, машину которого разбило упавшее дерево, отказали в компенсации ущерба и кого наказали за неудовлетворительное состояние Кустанайского вокзала, в нашей рубрике «Коротко». Ранее освобожденного в зале суда Кустанайца вновь взяли под стражу. Судом установлено, что подсудимый 2,5 года через интернет перепродавал криптовалюту, и этим и обменом беззаличной иностранной валюты получил незаконный доход в более чем 2 миллиарда тенге. Его он легализовал, приобретая недвижимость, продавая ее и сдавая в аренду. В городском суде Кустанайцу было назначено более 2 лет лишения свободы с конфискацией двух системных блоков и почти 8 миллионов тенге. Но он провел под стражей почти 15 месяцев в условиях более строгих, чем назначил ему суд, и это погасило время заключения. Подсудимого выпустили на свободу. Но в областном суде его признали виновным и в легализации преступно полученных 2 миллиардов, которые с подсудимого взыскали и лишили его свободы на 5 лет с конфискацией имущества. Осужденный взят под стражу в зале суда. Ему на 10 лет запрещено заниматься обменом криптовалюты и цифровым майнингом. Удовлетворение иска о возмещении материального ущерба и обзыскании убытков отказал Кустанайский суд жителю города. В мае этого года во дворе его дома сломанное ветром дерево упало на его машину. Кроме материального ущерба, истец, по его заявлению, из-за повреждения транспорта также лишился возможности заработать, то есть упустил выгоду. Но, как отметил суд, Кустанайец не представил доказательства материального ущерба, такие как отчет по определению размера ущерба в виде поврежденных деталей, определение видов работы и их стоимости, протокол осмотра с фототаблицей и схема происшествия, составленную уполномоченным органом. Именно поэтому суд отказал в удовлетворении иска. Но решение суда не вступило в законную силу. От должности освобожден начальник станции Кустанай и заместитель директора Кустанайского отделения магистральной сети по вокзальному хозяйству. Руководство надской корпорации «Казахстан-Темиржалы» отметило ненадлежащее содержание хозяйств, неудовлетворительное состояние Кустанайского вокзала и прилегающей к нему территории. Об этом сообщает ведомственный сайт Rail News KZ. Кроме того, за вышеназванные недоработки к дисциплинарной ответственности привлечены директора Кустанайских отделений грузовых перевозок и магистральной сети. По сообщению прислужбы компании, руководство КТЖ поставило задачу в кратчайшие сроки устранить недостатки. Продолжаем выпуск. Три школы Кустаная нуждаются в капитальном ремонте. На эти объекты были разработаны проектно-сметные документации, срок действия которых истекает в следующем году. Одна из таких школ – школа номер 23. Зданию более 30 лет и за все это время масштабного ремонта в ней не проводили. Уже несколько лет в школе закрыт бассейн, который признали аварийным. Мои коллеги с подробностями. Кустанайская школа номер 23 самого своего основания не видела ремонта. Здание было построено в 1991 году. Здесь в две смены учатся полторы тысячи школьников. Снаружи учебное заведение выглядит неплохо, но если приглядеться, можно заметить, что стены обшарпаны и осыпаются. Местами ступеньки тоже выглядят непрезентабельно. Внутри картина не лучше. В таком состоянии сегодня спортзал. Директор школы рассказал, что два года назад была разработана ПСД на капремонт, но сдвигов по сей день никаких. И по крыше, и по кабинетам, а также по теплоснаружению, электроснаружению, горячей и холодной воде. Очень много вопросов. Соответственно, мы готовы. Проектно-сметная документация готова. Ждем финансирования. Очень надеемся, что в ближайшее время будет капитальный ремонт. Проектно-сметная документация была подготовлена три года назад. В марте 2022 года. И в следующем году, в марте 2025 года, сроки проектно-сметной документации завершаются. Нам нужно входить в капитальный ремонт. Еще один больной вопрос школы, отмечает директор, это бассейн. Он не работает с 2019 года. Тогда его закрыли после экспертизы, которая признала его аварийным. И вот в таком состоянии на протяжении пяти лет выглядит это место. Я думаю, что в рамках капитального ремонта, после того, как заменят четыре плиты, мы готовы работать для всех школ города и, соответственно, оказывать услуги жителям нашего микрорайона. По словам Буржана Саутбаева, если не сделать капитальный ремонт в течение года, то ПСД будет уже недействительна. Ее придется разрабатывать заново. На это снова уйдет время. А это школа номер девять. Ей повезло больше, и в прошлом году здесь начали делать долгожданный ремонт. Вот так она выглядела до ремонта. Теперь здесь все новое. Учителя уже готовятся к встрече со школьниками. По сравнению с тем, что было в школе в прошлом году, это небо и земля. Работать здесь теперь одно удовольствие. На работу будем приходить с хорошим настроением. В школе новая мебель, современное оборудование. И, конечно, ученикам будет приятно заниматься в таких условиях. Ну вот сами посмотрите, какие красивые парты, какой стол у учителя, доски интерактивные. Конечно, мы все довольны. Для нас создали такие условия. Мы благодарны. В городском отделе образования отметили, что проектно-сметная документация готова не только в школе номер 23, а также в 25-й и 122-й. Срок действия этих ПСД истекает в следующем году. На отделе образования надеются, что ремонт этих объектов все же профинансируют. Виктор Ваташ Кальяда Смагомбетова, РТН. В Кустанай прошло августовское педагогическое совещание. Проводить его перед началом нового учебного года уже стало доброй традицией. Здесь педагоги подводят итоги, строят планы на будущее, определяют основной вектор, которому будет уделено особое внимание и учителей, и учащихся. Главной темой нынешней августовки стала цифровизация образования. Августовка для педагогов не просто совещание, на котором заслушивают доклады и отчеты. Это праздник перед началом нового учебного года, где встречаются коллеги и друзья, делятся опытом и, главное, строят планы на предстоящий год. В этот раз основной темой августовского совещания стала цифровизация системы образования региона. А цифровизация, безусловно, невозможна без стабильного интернета. Сегодня мы проводим большую работу в данном направлении. В этом году ведется строительство антенномачных сооружений, в 50 сельских населенных пунктах. В 26-м году охват сельских населенных пунктов интернетом стандарта 4G составит 100%. Пока же в отдаленных селах региона есть проблема с доступом к глобальной сети. В этом году ее начали решать, используя при этом передовую технологию спутникового интернета Starlink от компании Илона Маска SpaceX. Современная школа должна быть не только технологичной, уверена директор школы номер 17 из Рудного Дина Макушева, но и максимально комфортной для каждого ученика. Эту идею она успешно реализовала в учебном заведении, которым руководит три года. Школа себя по праву считает школой равных возможностей, так как наряду с общеобразовательными классами есть специальные классы, и, как я уже сказала, кабинет поддержки инклюзии. Достижений за эти три года достаточно. Кабинет занял первое место, как лучше, в республике. Грант «Миллион тенге» мы получили на улучшение материально-технической базы. Кстати, именно 17-я школа Рудного в этом году получила первое место в областном конкурсе «Лучшая организация среднего образования», а вместе с этим и грант «68 миллионов тенге». Уже в планах очень многое – улучшить материально-техническую базу для наших детей, чтобы дети пришли в обновленную школу, чтобы школа была комфортна для их пребывания, чтобы им хотелось находиться в школе, и чтобы на выходе, будучи уже выпускниками, они с теплотой и гордостью вспоминали о своей школе. В целом, если говорить языком официальных цифр, качество знаний кустанайских школьников из года в год стабильно высокое. Это показывают и внешние оценки, и результаты наших школьников-олимпиадников, и ЕНТ. Выпускники этого года по результатам единого национального тестирования стали обладателями 1525 образовательных грантов, что на 200 – больше, чем годом ранее. И 70% ребят выбрали для обучения вузы региона. Валерий Тощев, Валерия Зиновьева, РТН. Неустойчивая прохладная погода с осадками сохранится на территории Кустанайской области еще неделю. Об этом сообщили в КАЗ «Гидромете». По данным синоптиков, в регионе за две недели августа уже выпала месячная норма осадков. Но по прогнозу, до конца лета еще остаются жаркие дни. Подробнее о погоде в материале моих коллег. Последний месяц лета пока не особо щедр на теплые дни. По словам синоптиков, это связано с тем, что погоду в регионе формирует затяжной скандинавский циклон, который сохранится еще неделю. Именно из-за него в области неустойчивая погода с обильными осадками. Кстати, их за две недели выпала уже месячная норма. А уже в конце месяца циклон этот будет немножко заполняться, влияние ее будет ослабевать. И будет погоду формировать уже западный антициклон. Погода стабилизируется, осадков будут небольшие осадки, может быть, местами локальные, и повышение температуры. Пройдет эта погода, по словам Антонины Шибаршины, примерно 24 августа. Температура воздуха, согласно прогнозу, должна быть от 25 до 30 градусов тепла. Сохранится она до начала сентября. Первый месяц осени, по прогнозу, должен быть теплее нормы на 1 градус. Сначала месяц прямо ожидают теплое, можно даже сказать жаркое, без осадков. Температуры ожидаются, значит, у нас 28-33, даже по югу до 39 градусов тепла, ночью 15-20 градусов. Но уже в конце, значит, первой декады и все последующие до конца месяца погода будет неустойчивая. Постепенное понижение температуры начнется уже в 10-х числах сентября, от 0 до 5 градусов ночью. А с 20 сентября возможны заморозки до минус 3 градусов. На протяжении всего месяца будет порывистый ветер и, возможно, гроза. Виктор Ваташко, Алия Досмагомбетова, РТН. Такими были события уходящего дня. У меня на этом все. До свидания.